Здравствуйте, дорогие зрители и слушатели, и с вами снова я, Ирина Искович. В рубрике «Всё течётся, меняется». Жизнь прекрасна и удивительна, и всегда есть чему. К чему удивляться, радоваться, восхищаться, и к чему примиться. Как проходит жизнь. И на сегодняшний момент очень много, я посмотрела, поучаствовавших в микроавиации, как же закачала себе чат-рулетка, где можно увидеть человека из любой страны, из любого города пообщаться на английском языке, на русском, подружиться и так далее. К сожалению, век радости приходит такой момент, когда идут действительно большие перемены, и в событиях всегда огромное волнение. Огромное волнение, потому что любые события можно описать с точки зрения хорошо или плохо, насколько это выгодно или не выгодно. Но на самом деле готовность к переменам – это, наверное, самое главное, что человек должен возглавляться, и ты готов к переменам. Удивляет всё. Удивляет человеческая жизнь, удивляет даже то, что, получая бесконечные границы, мы всё равно застрекаем в каком-то болоте. Я посмотрела эту чат-рулетку, и там в основном мужчины сидят, и опять-таки с обнажёнными своими чередами ищут, с кем поиграться. Общаться мало кто хочет, и слушать серьёзный разговор мало кто хочет. То же самое происходит и в онлайн-трансляциях. В основном создаётся такая обстановка, где играет народ и между собой просто тусунок. Это такое моё видение, которое я увидела. Мне, как я сейчас часто выходила в онлайн-трансляцию, потому что мне, на самом деле, просто они помогали жить. То есть, вот это помогали жить, помогали болеть, помогали увидеть себя, может быть, в каких-то... ...видениях различных. Видеть со стороны, когда смотришь на себя, ты видишь себя так напрямую, и не всегда это совпадает с тем, что ты чувствуешь, и когда видишь себя с той стороны, очень интересно. То есть, обидеть, смотреть, когда у меня там появляется акцент, у меня начинает как-то в каком-то состоянии, как он будет бездлённым действовать. То есть, это интересно просто понаблюдать. Потому что очень часто бывает, что ты на грани вот какого-то пика своего восприятия, а потом это стеряется. Ну, потом... А дальше уже кажется, что это ничего... Как бы оно и было, но вроде как не было, и ничего не оформления не происходило, где-то в расширении не было восприятия такого. Ну, и на самом деле, ты такой плохой, и это мне не нужно. Бомж, который выгоняет на улице, и который неизвестно вообще, зачем мне граждаться. Ну, такие мысли же, они... Каждый приходит. Либо наоборот, человек, вот, и я такого припел, когда много работаю, я так много всего добился, сложил какие-то копейки. И теперь я должен быть этим удовольна, когда, в принципе, и жить не научился. Учился как-то, вот, изменять какую-то определенную работу. И функцию, и функционирование. Поэтому я сильно даже проснулась с этой темой, с этой темой, с этой темой жизни, а что такое прожить, а что такое мечиться творить, что быть творческим человеком, что такое, сайт просто личности. Кто человек, а кто нечего. это просто биологическая форма. Где у кого... Где такое глобальное какое-то видение начнет просыпаться, потому что я начинаю сонализировать, как обычно, то глобальное видение... Он начнет просыпаться массово глобально. Что я хочу всегда, но всегда вам не остановиться, никуда не дебать. И это как я не имя, это не семейные, это не какие-то там цели-задачи, но глобальные. То есть управление энергией и создание собственного... Собственного... Не то, что виртуального реальности, а настоящего реальности, а через творение сердца, вот, там, собственного космоса и... Гармонию, и любовь, и... И, прежде всего, нужно обратиться именно к себе, чтобы понять, ну, откуда это всегда. Я очень надеюсь, что все сложно очень хорошо, потому что... Для меня это вот... Означает, что... Нужно будет прожить какой-то момент, опять испытывать какие-то недобусы, опять непонятно, почему-то спасабливаться, хотя все это может закончиться очень хорошо. И для меня даже не то, что он, там, онлайн-рапляр, ты закончишься, ну, перестанешь на канал, у меня и вдыхание в зубе, вдыхание в уши, а соприкосновение с вибрациями в космосе. А это никак не может исчезнуть, в принципе. Просто это либо проявляется в соцсии, но раньше не проявлялось. Я считала, что это вот... Краточный процесс атактики. Ну, потом Валима Борисовна мне сказала, что... Ну, теперь я не буду постигнуть и с собой, да? И я стала, да, постоянно себя проявлять. Ну, так не вот для души необходима, лишь космическая вот эта вибрация, ощущение связи себя со всеми. И в этом и есть самоинтестрация. Когда ты ощущаешь эту связь, ну, и, скорее всего, вот этот период, я бы назвала этот период очищением. Очищением от... от душевного дискомфорта, который на каких-то старых связях возникает. Вот это ощущение. Потому что у души есть свой день. Это так это называется. У души есть свой идеальный день. Своя идеальная ночь. И каждый день, вставая вместе с телом, просыпаясь, душа идёт по одному и дню. Каждый раз. Каждый раз хочется проснуться, а потому что просто проснуться и деться. И хочется там помыться, помыться и купаться. Мне, например, не обязательно, чтобы это было по ванной нивне. Просто хочется пойти, а помыться. Если бы это было океаном нивна, я бы, может, ещё пое счастье не делала. Потом... У меня, например, есть вот такие-всякие темы, которые связаны с кишечником. Я не люблю там двигать, вспомнить кишечник, а нужно потом водить кишечник. Возьми, не строится на этом месте. И... Хотя всегда утром много тенков, которые необходимы сразу. Но эта размеренность душевная, она течёт, пребывает. И хочется, чтобы эта размеренность расширялась, а не эту размеренность вырезалась в какой-то... несоединение, невыговорённость, непонимание и так далее, как это не... Наоборот, хочется, чтобы этот рост расширялся и приумножался в такой формуне, высота, размеренно, уверенно. В принципе, мне вообще нечего терять. А уже всё, что можно, наверное, так, конечно, говорить не стоит, но, в принципе, достаточно много переживать насель, чтобы показать по полной, что у меня всё не началось. Я как-то теперь могу приумножать. Приумножать всё вокруг себя. И почему действительно вот цветы, как-то заметно, что у меня здесь цветы, у меня вот ловли, но вокруг меня всё приумножается. Просто ещё века эта точка, она не сформировалась, когда это всё приумножающееся, какие-то спросите. «Валу!» 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 Продолжение следует...